16 августа 2021 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление с преобразованием Тибердинского государственного заповедника в Тибердинский национальный парк. Что это меняет и меняет ли вообще? Подробно нашей съемочной группе рассказал директор Тибердинского государственного природного биосферного заповедника в Тиберде-визит-центре с Аликом Динаевым беседовала Алла Динаева. Здравствуйте, Али Качеевич. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. И хотелось бы начать с самого главного. 16 августа постановлением правительства Российской Федерации Тибердинский биосферный заповедник государственный переименован в Тибердинский национальный парк. Что это меняет? Ну что это меняет? Чтобы ответить на этот вопрос, наверное, надо начать с того, что всю нашу 85-летнюю историю Тибердинского заповедника мы работаем в режиме национального парка. В 1971 году с территории заповедника было отчуждено 112 гектаров для строительства поселка Домбай. Этим же постановлением правительства Российской Федерации было выделено 102 гектара, это склон Муса-Ачитары, для развития горнолыжной инфраструктуры. Что происходит? Развитие горного туризма у нас идет, но в 95-м году выходит 33-й федеральный закон об особо охраняемых природных территориях, где четко, ясно написано, что на территории заповедника разрешается только экологический туризм, экопросвещение, но не рекреационная деятельность. Что нам делать? То ли убирать лыжную инфраструктуру с горы Муса-Ачитара, или же второй вариант – перевод в национальный парк, где это разрешается. Конечно, правительством Российской Федерации было принято второй вариант. То есть нас перевели федеральным законом от 2018 года, номер 321, об изменениях в этот 33-й федеральный закон. Поэтому постановление правительства вышло, мы в этом направлении будем работать. А что еще поменялось с переходом Тибердинского заповедника в национальный парк? Вы рассказывали про четыре пункта. Да, что такое национальный парк и чем он отличается от заповедника? В национальном парке тоже это особо охраняемая природная территория, тоже это федерального значения. Абсолютно запрещено отчуждение земли или передача другому собственнику. Это федеральная собственность. Поэтому озабоченность наших телезрителей, наших жителей, что с переходом в национальный парк мы будем предоставлять участки, разбазаривать землю, конечно же, такое не будет. Единственное, в национальном парке подразумевается зонирование. Что это такое? В нашем заповеднике при переходе в национальный парк мы планируем четыре зоны. Первая зона – это заповедная зона, где вообще нога человека не должна отступать. Это мир, это территория животного мира. Вторая зона – это особо охраняемая зона, где можно работать в направлении экопросвещения, создавать экологические тропы. Но оно у нас есть. Мы новые маршруты в ближайшее время создавать не будем. Хозяйственная зона, как я говорил, это зона нашей центральной усадьбы, где у нас и жители, и огороды ихние, где можно какую-то хозяйственную деятельность вести. И самое интересное подразумевается рекреационная зона, как раз где можно всю эту горноложную инфраструктуру создавать и легализовать то, что у нас есть. Хотелось бы, конечно, уточнить, вот рекреационная зона, изменения, которые будут происходить, они будут происходить только на горе Муса-Ачитара, да? Да, в рекреационную зону мы планируем полностью гору Муса-Ачитара. Это, чтобы для наших телезрителей было ясно, общая площадь заповедника – 112,606 гектаров. Тысячи, то 12 тысяч. Склон Муса-Ачитара – максимум 500 гектаров. Если в процентном отношении, то менее 0,5%. Там мы будем создавать рекреационную зону. И я хочу, пользуясь случаем, обратиться и к населению. Если есть какие-то предложения, мы готовы рассмотреть. Нам в этом году исполнилось 85 лет, юбилейный год, и мы переходим в национальный парк документально. Все это время мы работали в режиме национального парка. Поэтому, если так в двух словах сказать, мы сейчас приводим в соответствие с федеральным законом наши действия, нашу работу. Я еще раз хочу заверить наших зрителей, наших жителей, что переход в национальный парк ни в коем случае не ущемит интересы ни местного населения, ни нашего учреждения, как родоохранного учреждения. То есть, еще раз хочу повторить. Мы переходим в границах заповедника, уточнение границ мы провели, ни сантиметра земли отчуждения не будет, лес вырубаться не будет. Поэтому я хочу заверить наших жителей, чтобы были спокойны. В этом плане мы постараемся все сохранить, то, что нам досталось от наших клеток. Спасибо вам большое, что нашли время и ответили на наши вопросы. И удачи в работе.